Друзья, прямой эфир программы «Стол заказов» продолжается, у нас становится еще более звездной атмосферой, ведь к нам присоединилась яркая, талантливая Юлия Савичева. Привет! Привет, Юля! Рада тебя видеть в таком новом образе в нашей студии. Да, я теперь выгляжу так всегда. Больше рока, больше панка. Что послужило вообще триггером к таким переменам? Ну, почувствовала, что рок возвращается. Мой любимый рок. Где-то год назад мы начали говорить об этом с мужем, и он был первым человеком, кто мне сказал, что вот ты увидишь, через год рок вернется. И так и произошло. Я выпустила новую композицию в поп-рок стиле, называется она «Не до любви». И, честно скажу, переживала вообще, понравится, не понравится, возьмут ли на радиостанции, как люди отреагируют. Потому что новый образ, новое звучание. Хотя весь этот поп-рок я уже исполняла и в 2003, и в 2007, и в 2008. И вот я вернулась, и каково было мое удивление, что люди по-настоящему приняли это, сказали, что «Вау, наконец-то мы ждали от тебя этого». Радиостанции взяли, песню сейчас она в ротации, можете слушать, если вы, например, в машине едете. Ну, или кто-то себе может скачать уже с любой платформы. Когда будет клип? Планируешь снять? Конечно, я планирую снимать в этом месяце клип. У меня, правда, такой загруз сейчас, невероятный. Мы готовимся к сольникам и в Питере, и в Москве, и потом у меня тур по стране. Поэтому я, конечно, в таком шоке нахожусь. С одного мероприятия на другое, плюс репетиции с музыкантами, подготовка к шоу, разные видео, которые мы снимаем именно для контента стены, видео стены. Ну, в общем, много интересных. А правда, что ты уволила всю свою старую команду, всех музыкантов? Не всех, конечно. Но я действительно сменила команду. Об этом я рассказываю в своем последнем влоге. Кто хочет, посмотрите. Ну, я очень довольна сейчас тем, как обстоят дела, как ребята репетируют. Вот буквально вчера мы проходили всю нашу большую программу. Называется она «Стихия». Кто знает, это в честь моего последнего мини-альбома «Стихия». Ну и в целом как-то вот навеяло. Перемен, да, захотелось? Перемены, настроение, природа какая-то, да, она изменчивая. Такая же изменчивая моя программа. И танцевальные треки, и лирика, и рок, и все это вместе, ну, с моей вот этой вот подачей сейчас. Продлагаю сейчас посмотреть твой клип на твою лирическую композицию от его голоса Юлия Ставичева. А потом вернемся. Друзья, программа «Стол заказов» продолжается. Вот хочется немножко, Юля, обсудить этот клип. Мне кажется, в нем ты уже начала менять образ потихонечку, да? Конечно, да, конечно. Появилась челка. Да, черный цвет. Ну, с чего вообще появилась челка? Мы делали фотосессию, и я предложила стилистам рассмотреть вариант с челкой. Потому что не хотелось полностью как-то менять длину волос. Да, я говорю, ну, ребят, ну, сейчас так актуальна челка, давайте попробуем, может мне подойдет. И вы прям перед съемкой отрезали челку? Сначала мы делали косы разные, можете посмотреть, я уже выкладывала некоторые фотографии с косами, и потом, под конец, мы просто подстрелили челку. Вот, чего себе, как смело! Смело. А кто занимается сейчас твоим стилем? Пришлось ли полностью менять гардероб новым образом? Ну, полностью, конечно, не пришлось, но нововведения, естественно, появились, и я работаю со стилистом уже где-то, наверное, года два, с одним и тем же Костя-кошка. Привет, моя любовь! Вот, кстати, этот лук помогал. Тоже, да, он помогал. А сама часто подбираешь луки? Бывает. Ну, опять же, основываясь на его каких-то видениях, но он ведь спрашивает меня, чего бы мне хотелось, мы с ним вместе это обсуждаем. Коллаборация. Коллаборация, да. Я там показываю ему какие-то свои видения, он свои, и в результате мы сходимся на чем-то одном. Ой, это очень круто, когда есть вот такой симбиоз. А как муж Александра отреагировал на перемены в образе? И, в принципе, близки люди. Ему все нравится, потому что он вообще альтернативщик изначально. Вспоминая 2003 год, там такие туннели в ушах, татуировки, широкие штаны, которые сейчас очень модные, эти карго все защитные, да. В общем, такое ощущение, что я вернулась в свой 2003, ну, реальные. Некоторых девушек даже на улице встречаю, они выглядят абсолютно так же, как в то время. Да, сейчас 2000-е возвращаются. Да, абсолютно. И они и в музыке возвращаются, я очень этому рада. А почему вот только сейчас ты вернулась? Мне кажется, рок всегда был с тобой. Да. Но в какой-то момент ты от него решила немножко отойти. Вот что послужило сейчас таким вот поводом для этого? Во-первых, самому артисту скучно в одном и том же направлении, и мне хотелось что-то поменять, и зрителям также интересно наблюдать за переменами. В какой-то момент это были вообще танцевальные песни, и мне нравилось это, мне хотелось это исполнять. Я помню, одно время сама слушала Дуалипу, не переставая, и вот как-то, наверное, были какие-то пересечения. А потом поняла, что, ну, надоело. Хочется опять протеста какого-то, хочется смелости. Дерзости. Да, хочется меня той, которая изначально во мне была, и никуда она не делась. Просто это разные грани меня. А коллеги уже оценили? Получаешь от них какие-то комментарии, поддержку? Может быть, у кого-то совет просила? Кстати, да, вот удивительным образом, помню, как-то Слава голосовое даже меня отправила. Юль, ты так прям поменялась, классный образ такой. А кто тебе подбирает вот эти все образы, там, плащи какие-то на сцене? Обалдеть! Я говорю, ну, вот есть стилист, плюс как-то сама захотела вернуться в этот рок. Хотя на концертах этот рок был всегда. Даже танцевальные песни я исполняю вот так вот. Все равно, да? Да, да, дерзко. Я люблю общаться со зрителями. Вы все это увидите на моих концертах. 13 октября в Питере и 20 октября в Москве в клубе Урбан. Уже совсем скоро прям готовишься, да? Да, конечно. А пока что посмотрим короткую рекламу, а потом продолжим. Друзья, стол заказов продолжается. Сегодня у нас в гостях Юлия Савичева. Обновленная, свежая, в новом образе. Через пару дней у тебя сольные концерты состоятся. Чем будешь удивлять? Вот недавно видео было в интернете, как ты тверкаешь, например, на сцене. А почему же говорят, что это тверка? Это не тверка. Это просто бальные станции. Это, конечно... Латина? Это латина, да. Я танцевала за рисовку. Просто импровизация. Был момент, когда я танцевала со своим гитаристом. Он просто положил гитару, подошел ко мне, и мы с ним танцевали. А тут его не было, был другой гитарист. Но я, естественно, сольно забабахала так, что все обалдели. Ну, конечно, ребята, я повторю это на своих концертах. Я уверена, многие этого будут ждать. Мне кажется, сто процентов. Вот во времена фабрики ты даже разбивала там гитары. Да, да, было. Будет такое, такие дерзкие поступки? Ну, приходите на концерт и все увидите. А как с бальными танцами? Ставишь какую-то хореографию сейчас новую для концерта, может быть? Дело в том, что пока времени нет абсолютно на это, но у меня сейчас новый партнер по бальным танцам, и он меня очень ждет, говорит, пожалуйста, давай быстрее я там как-то уже, давай тренироваться. Вот, ну, он знает, что сейчас очень сложный график, поэтому пока что ждет меня, чтобы мы начали делать программу. Пока не планируешь, да, выступать на турнирах? Да, конечно, планирую. Планируешь? Вот скажи, как это все совместить сейчас? Уже 12-го числа у меня просто потрясающая для вас новость, сюрприз, пока я не буду раскрывать тайн, но вы сами все увидите и услышите, особенно те, кто будет в Москве, на одном из концертов вы сами все увидите. Так, как-то ты очень нас заинтригом, да, да. Давай хотя бы маленькую-маленькую подсказочку, что это будет? Конечно, я там буду петь. Будешь петь, Вина. Но с кем? Вы даже представить себе не можете. Так, это молодой исполнитель или это акула шоу-бизнеса, давай хотя бы такую подсказку. Такая акула? Такая! Ух! Интересно. И вот хочется еще по поводу танца спросить. Сейчас вот Мария Мельникова, например, тоже танцует твоя коллега, это жена Мота, и организовывает соревнования. Ты бы не хотела тоже сделать? Да, соревнования? Да. Слушайте, у меня нет времени организовывать соревнования, я тут как бы концертом готовлюсь к сольному. Я же как бы артистка, собственно говоря. И, кстати, как раз вот у нас есть диски, и хотим мы, друзья, подарить их сегодня вам за лучшие вопросы в нашем телеграм-канале. А наше фото с Юлией уже появилось в социальных сетях телеканала РУТВ, где вы можете смело писать, а мы с удовольствием ответим, да? Ну, ответим-то ответим, но я бы еще от себя хотела задать вопрос, ну, разыграть. Конечно, давай. Ребята, кто первый напишет, сколько песен в моей сольной программе, тому и диск. Вот давай тогда один за вопрос, а один за правильный ответ. Давай распишемся прямо сейчас. Давай. Друзья, это эксклюзив. Диск от Юлии Савичевой с ее автографом. Вообще, скажи честно, ты любишь выпускать именно пластинки? Давно, мне кажется, многие не выпускают. Да, это же просто подарочные варианты, то есть вы нигде в магазинах не найдете этот диск, поэтому он эксклюзивен абсолютно. И сейчас все на электронных носителях, ну, или кто-нибудь там запаривается и делать винил, допустим, это здорово, да. Да, тоже сейчас возвращается. И вот еще один. Друзья, ну, а пока что вы придумываете лучший вопрос для Юлии и активно пишете, сколько же песен в альбоме мы посмотрим на музыкальную паузу. Не в альбоме, а в моем сольном концерте. В сольном концерте. Сколько будет треков, обязательно пишите. Друзья, стол заказов на телеканале РУД ТВ продолжается. Напоминаю, что сегодня у нас Юлия Савичева, вот такая вот красотка у нас в гостях. И вы, кстати, можете сегодня выиграть диск с автографом. Расскажи еще раз, за что. В общем, я объявила вопрос, сколько песен в моей сольной программе. Концертной. Концертной сольной программе. Да. Могу дать подсказку? Давай. Начинайте с 20. Начинайте с 20, друзья, и пишите свои ответы, а мы обязательно в следующей студии их зачитаем. Но хочется поговорить еще про твои новые увлечения. Первое – это видеоблогерство. Ты начала снимать влоги активно. Да, уже целый год. Уже целый год, да, и продолжаешь все делать. Продолжаю. Мне это нравится, и сейчас люди действительно стали их смотреть, очень активно комментировать. Причем я выпускаю не только на одной площадке, я выпускаю на всех своих площадках этот влог. И везде своя аудитория, как выяснилось. То есть где-то иногда влог может вообще там набрать полмиллиона, но где-то так средние цифры. То есть по-разному бывает, но в целом я очень рада видеть динамику, что люди по-настоящему теперь ждут моих влогов, они знают, что я их выпускаю. И спасибо моей помощнице Владе за то, что она их монтирует. Она их монтирует и снимает, мне помогает. Ну, я, понятное дело, сама с камерой часто хожу. Но это сложно, чтобы вы понимали, соединить наш график и одновременно снимать, что происходит за кулисами. Но мы стараемся. Ну, это очень интересно, всем интересна вот эта кухня, мне кажется, шоу-бизнеса. Сейчас очень много еще начинающих артистов, вот кто был блогером и запел, тоже снимают вот эти влоги. Не хотела бы с кем-то сделать коллаборацию? Кого вообще слушаешь из современных артистов молодых? Ну, коллаборации это такой сложный вопрос для меня, потому что я зареклась кому-то сама приходить. Или стучаться кому-то. Почему? Откройте, пожалуйста, можно с вами дуэт? Ничего не получается тогда. А что, почему не получается? Ну, я не знаю, не срастается. А когда к тебе приходят? А когда ко мне приходят, да, я рассматриваю очень часто песни. Понятное дело, что песня должна как-то подойти по настроению, по состоянию. Но в последнее время не получается как-то реально с дуэтами. С кем бы я хотела, не получается. А кто ко мне приходит, песни не подходят. Ну вот, поэтому, если суждено сложиться, сложится обязательно, я в это верю. Как с Джиганом тогда у нас сложилось. Целых два дуэта, и его был успешный. Шикарные дуэты. Да. По твоим словам, люди, которые 10 лет уже, допустим, находятся на сцене, им уже становится скучно, и образ должен поменяться. А вот ты себя через 5 лет, допустим, какое видишь? Все так же дерзко и в рок? Или вот какие у тебя желания, амбиции? Я понятия не имею, что будет даже через 3 года, как я себя буду чувствовать, и какую музыку мне захочется исполнять. Все течет, все меняется, и мы с вами тоже меняемся, да. Мы же не можем в одном законсервированном состоянии находиться. Конечно. Вот поэтому как пойдет? А вдруг вообще какой-нибудь инди запою? Не знаю, не знаю. Будем смотреть, следить и ждать. Но кроме работы у тебя еще появились хобби. Вот в телеграм-канале ты говорила, что торты, что ты делаешь с ними? Готовишь их. Ой, я уже лет 10, наверное, периодически пеку что-то, дарю эти торты. Но так как график адский сейчас, я ничего не успеваю. В плане, даже когда вот хочется что-то сделать из печени, нет времени. Ага, нет времени. Но пока наши зрители мечтают попробовать торт от Юлии Савичевой. Посмотрим короткую рекламу. Друзья, стол заказов продолжается. Мы тут с Юлией Савичевой обсуждаем Ваню Дмитриенко. Да, Дмитриенко молодец. Ну, посмотрите, мы говорили сейчас, что рок возвращается. Он реально возвращается. Дмитриенко тоже стал делать больше в рок. Да, больше такой серьезный, дерзкий образ. Ну, такой, да, дерзкий образ, вот этот клип такой черно-белый, такой с огнем, со слезами, с осколками. Молодец, в общем, Дмитриенко молодец. Может быть, дуэт? Вот если Дмитриенко сам предложит, я рассмотрю. Так, Ваня, давай, предлагай Юлию дуэт. А мы готовы ответить на вопросы зрителей наших. Ты готова? Да, готова. Вот недавно говорили про Джигана, и как раз тут вопрос от Дины. Общаетесь ли вы с Джиганом? Может быть, третий дуэт? К сожалению, вообще, как-то вот последний раз виделись на свадьбе, когда они праздновали там. Да, десятилетия. Десятилетия. Здорово так отпраздновали, ребята так пышно все это сделали, было классно. Ну и все как-то вот. А потом... Не хочется еще раз творческую коллаборацию сделать. Да ну сколько уже можно? Все же, да? Все, новые какие-то дуэты. А вот как раз про новые тут вопрос от Виктории. Юленька, привет. Привет, приоткрой, пожалуйста, нам тайну, чего нам ждать от клипа на песню «Не до любви». Каким он будет? Конечно же ждать рока, ребята. От меня рок-гитара. Как от Дмитриенко. Я с гитарой, это просто сто процентов. Огонь будет? Я думаю, что будет, но главное в моих глазах. Ага. Есть также вопрос от Владочки. Юленька, здравствуйте. Что такое свобода для вас? Вот свобода в творчестве, например. Для меня свобода выражается в действиях, которые ты можешь совершать. Свобода как раз в действии выпустить ту или иную песню, которая тебе по-настоящему нравится, которую ты хочешь выпустить. Когда ты общаешься так со своими любимыми родами, как тебе хочется, что ты не загоняешь себя в какие-то рамки, ты знаешь, что тебя примут таким, какой ты есть. И вот это прекрасно. И это и есть свобода для тебя. Еще один вопрос. Юлия, мечтали ли вы побывать в космосе и даже снять там клип? Такое предложение. Никогда не задумывалась, но после того, как сняли целый фильм в космосе, это, конечно, удивительно. И может быть, через лет 10-15 мы сможем летать туда. Кто знает. Прямо сейчас музыкальная пауза, а потом мы к вам вернемся. Друзья, стол заказов продолжается. И, наконец, у нас есть правильный ответ. Ура! Сколько будет песен на твоем концерте? 23 песни. 23. Любовь Григорьевна Некрасова у нас получает диск, такой эксклюзивный, с автографом Юлии Савичевой. Но еще у нас есть второй диск, который мы хотим тоже разыграть сегодня. Так что, друзья, продолжаем отвечать на ваши вопросы, а Юлия продолжает выбирать лучший. Продолжаю, не останавливаясь. Итак, есть вопросы от Юлии Ермоловой. Если бы вы могли вернуться в прошлое на один день, что бы удалось поменять в своей жизни? Хотелось бы что-то поменять уже? Только философский, да, вопрос? Ну, хорошие вопросы, и часто задают такие вопросы, а вот если бы вы могли вернуться в прошлое, вы бы что-то изменили? Да. Нет, ничего бы я не меняла, потому что это все опыт, который делает нас мудрее, сильнее, даже если что-то плохое случается. Все идет так, как нужно, да. Все так, как нужно, и там сверху виднее. Есть еще один вопрос про твою коллегу. Ирина спрашивает, хотела бы ты дуэт с Ольгой Серябкиной? О, какая необычная коллаборация. Ну, если Ольга Серябкина мне позвонит, call me. О, where is the... Песня, please, песня. Если будет песня классная в рок-стиле, чего бы нет. По-моему, классно будет. Мне тоже кажется, что вы как-то бы сработали. Ух, огонь бы был вообще. Есть еще один вопрос от Ольги Ермоловой. Юля, откройте секрет звездной диеты. Звездная диета, да, господи. Просто правильное питание. Это как бы стиль моей жизни. Иногда, конечно, себе позволяю съесть что-то неправильное раз в неделю. Прямо так и целый день могу даже это есть. Но потом опять курочка, рыба, там, нежирная, рис, гречечка, там, овощи. Все-таки ПП, в общем, да? Ну, да, да. То есть без соусов, без жирностей вот этих вот. Еще один вопрос от Насти. Расскажи, что тебя удивило и расстроило в последний раз? Удивило и расстроило. То есть две, может быть, две истории. Может быть, радостно удивило. Удивила меня, конечно же, совершенно недавняя новость, про которую я с вами делилась. 12-го числа, вот уже буквально на днях, будет что-то бомбическое, ребята. Это заинтриговало вообще. Для меня это было просто что-то такое... То есть это не ты придумала, это кто-то тебе предложил. Нет, мне позвонил один удивительный человек, от которого я вообще этого не ожидала. Более того, я никогда с ним не была знакома. Ну все, осталось пару дней. Да. А что он предложил вам сделать? Петь вместе, да, я так понимаю? Ничего не буду рассказывать пока. Все, интрига, интриг. Да. Вообще, насколько это дорого сделать сольник? И зарабатывают ли артисты вот таких выступлений? Это дорого. Давайте я так. Это очень дорого. И вообще продвигать песни, снимать клипы крайне дорого. Да, и, конечно же, ты зарабатываешь, и я вот, например, вкладываю все в продвижение, все в работу. То есть, понятное дело, в семью обязательно, без этого никак, но я на лаврах не почую, как говорится. Я продолжаю работать, да. А вот чем ты себя радовала в последний раз? Может быть, что ты себе купила, какого-то гонорара большого? Может быть, вещь какую-то или там что-нибудь такое для девчонок? Да я в основном ребенку какие-то интересные вещи нужные, подарки. Сейчас она ведь учиться начала, и там прописи разные, все это важно. Но в то же время пытаюсь ее чем-то порадовать, удивить, каким-то особенным подарком. Но, опять же, все в меру. Все в меру. Давай выберем вопрос, который тебе больше всего понравился. Вот был про космос, например, может быть, ему? Да, космос хороший вопрос был. Может быть, потом когда-нибудь полетишь и снимешь там клип? Это было бы круто, конечно. Мне кажется, мечтать нужно глобально. Друзья, советуем вам тоже мечтать глобально. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Юлия Савичева. Так что обязательно следите за ее творчеством и приглашаем всех на ее сольные концерты. 13 октября Питер, 20 октября Москва. Ура! Всем пока! Стол заказов Нару ТВ Савичева Савичева Савичева